Учебный фильм взаимодействия с волонтерами на играх Дорогие коллеги, Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи начнутся уже совсем скоро. Наша команда растет с каждым днем, и на играх нас будет более 60 тысяч человек, и 25 тысяч из них это волонтеры. Волонтеры — это особый тип людей. Они приезжают работать на игры добровольно, без денежного вознаграждения. Многие из вас никогда раньше не работали с волонтерами. И чтобы узнать, кто такие волонтеры, что важно для них в работе, что их мотивирует, почему они приезжают работать на игры, мы создали 20-минутный учебный фильм. Этот фильм состоит из двух частей. Первая часть рассказывает о том, кто такие волонтеры. По второй части вы увидите типичные ошибки работы с волонтерами и узнаете, как же правильно управлять волонтерами и организовать их работу. Важно, чтобы вы были не просто зрителями, а чтобы вы стали участниками этого фильма и проживали с нашими героями каждую минуту. Я искренне надеюсь, что этот фильм позволит вам стать эффективными и вдохновляющими лидерами. Ведь только слаженная работа нашей команды позволит сделать самые успешные игры. Волонтеры игр. Кто это? Это граждане России и иностранных государств, заключивший с оргкомитетом Сочи 2014 договор об участии в организации и проведении игр путем применения своего опыта, знаний и навыков, без денежного вознаграждения за работу. На играх будут работать более 25 тысяч волонтеров из 83 регионов России и десятков зарубежных стран. Пройдя отбор в волонтерских центрах и спортивных вузах, волонтеры едут в Сочи, чтобы помочь провести Олимпийские и Паралимпийские игры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я знаю, что я не боюсь никакой работы. Я знаю, что я могу справиться реально с любой задачей. И это все благодаря волонтерству. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас есть ребята из Калининграда, из Дальнего Востока. Зачем волонтеры едут в Сочи? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я встретила огромное количество невероятных людей. У каждого из них своя история, свой характер. Это на самом деле очень чудесно. Волонтерство, замечательная возможность проявить себя, попутешествовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще это крутое что-то. Я собираюсь на Паралимпийские игры. И вот мне интересно увидеть этих людей, как они, вот этих сильных людей. Потому что я понимаю, чтобы стать чемпионом, нужно быть сильным, именно с духом. Я хочу их увидеть, посмотреть, пообщаться. Мы хотим внести свой вклад в Олимпийские игры, запомнить, чтобы нас показывали по телеку, как мы танцуем, как мы пляшем, развлекаем народ. Представьте себе, молодые ребята, которые пришли с драйвом, с энергией. Кто-то приехал посмотреть игры, кто-то познакомится с новыми людьми. Но для них, для всех очень важно, чтобы мы признавали их энергию, их драйв, их желание действительно всю душу и все сердце вложить в игры. Это люди, ценящие творчество. Для них очень важна личная реализация. И они не хотят ждать до 50 лет, когда они реализуются. Они хотят реализовываться здесь и сейчас. В обычной жизни я врач и преподаватель в УЗИ. Олимпийские игры – это большой праздник, который, возможно, в России будет в следующий раз еще очень нескоро. Хочется поучаствовать в этом празднике не только как зритель, а и как человек, который что-то может нести свое, чтобы эти игры прошли хорошо и действительно стали праздником для всех остальных людей. Я к спорту имею непосредственное отношение. Я сам спортсмен и являюсь тренером, преподавателем спортивной школы. Поэтому подобного рода мероприятия время от времени посещаю. В основном в силу того, чтобы посмотреть, перенять опыт, может быть, организации. Мы тоже организовываем, конечно, не в таких масштабах, понятно, более мелких. Но, тем не менее, стараемся организовывать для ребят какие-то спортивные мероприятия, праздники и так далее. Для меня это важно вот с этой точки зрения. Ну, плюс атмосфера спорта, это же здорово. Более старшего поколения, людей, которым 25, 30, 35, 40 и старше, помимо их энергии, очень важно, наверное, ценить то, что они, в общем-то, к своему возрасту наверняка много чего достигли. У них есть опыт, у них есть определенные компетенции. Хочется, чтобы и глава тоже, наверное, использовалась. Это тоже для них важно. Это была совершенно удивительная история, потому что я не думала, никогда и не знала, что старичков вроде меня могут пригодиться, старички вроде меня могут пригодиться на Олимпиаде. И совершенно случайно открыла газету, которую никогда в глаза не видела. На нужной странице и маленькое объявление увидела. Приглашаются сременные воронтеры. Я, конечно, помчалась тогда. Результат превзошел ожидания. Потому что это удивительно. Особенно, когда нам в нашем возрасте, мы попадаем в среду юности, и она невольно заражает нас. Ну, просто я уже пенсионер, поэтому хотелось бы мне поучаствовать в таких грандиозных соревнованиях, даже как в качестве волонтера. Потому что вообще я спорт люблю. Я даже мастер спорта по парашюту. Много раз участвовал в различных соревнованиях. Люблю экстремальные виды туризма, ну и прочее. То есть я такой просто человек по натуре. Поэтому и решил. Волонтеры серебряного возраста – это люди, которые прожили уже многих интересную жизнь. У них житейский опыт. И энергия, и опыт. У них в совокупности фактически все. Потому что если вы будете их уважать и будете спрашивать их мнения, скорее всего, вы получите много бесценных советов. В Ванкувере средний возраст волонтеров составлял 44 года. В Лондоне – 36 лет. В Сочи трудятся самые молодые волонтеры. Их средний возраст – 23 года. 75% волонтеров – молодые люди от 17 до 25 лет. 20% – от 25 до 50 лет. И целых 5% – это волонтеры серебряного возраста. Им более 50 лет. Почему волонтеры работают с нами? Потому что для них важно быть причастными к играм. Они хотят найти новых друзей и интересно провести время. И, конечно же, они смогут увидеть Олимпийские игры. Сегодня 25 номер. В полной России сражи за четверть финале. Сосборная Германия. На выход в полу финал. Сосборная в полной России. Да? Да. Россия чемпион. Пожалуйста, будьте внимательны ко всем зрителям. Дайте им лучший сервис. Дайте им лучшее внимание. И это внимание вам обязательно вернется. И все зрители с улыбками на лице уйдут с этого мероприятия. Поэтому давайте дадим все, что у нас есть. Такие мероприятия, как и Олимпийские игры, делают именно волонтеры руками. И они находятся непосредственно на первом фронте, на лицевом фронте, на первой линии. Мне не всегда удается всех видеть в лицо. И не всегда удается всем сказать привет утром. Но тех, кого я вижу, приходя с утра на объект, я обязательно говорю привет. Безусловно, они основа того, что происходит, и как люди воспримут объекты и мероприятия. Большая часть персонала игр – это волонтеры. Волонтеры – это лицо игр. Именно они создают атмосферу праздника на играх. Поэтому так важен их настрой. Волонтеры не получают деньги за свою работу. Они работают за положительные эмоции, за причастность к событию мирового масштаба. Но при этом каждый волонтер для организации стоит немалых денег. Каждый волонтер проходит подготовку. Волонтеру предоставляется экипировка, проживание, трехразовое питание. Волонтер пользуется бесплатно Олимпийской транспортной системой в городе Сочи. Как говорят сами волонтеры, в их жизни есть две самые страшные вещи. Это голод и отсутствие работы. Кадры решают все. Конечно, от людей зависит больше всего. При самой шваховой ситуации, но с хорошими людьми можно решить любую проблему. На Олимпийских играх работают волонтеры общего профиля и спортивные волонтеры. У волонтеров общего профиля более 20 видов деятельности, начиная от функции размещения, заканчивая медицинской помощью и работой переводчика. Спортивные волонтеры находятся ближе всего к состязаниям. Они работают непосредственно в зоне проведения соревнований на каждом спортивном объекте. По сути, волонтеры — это энтузиасты, которые работают в буквальном смысле слова за спасибо. А благодарности много не бывает. Говорите волонтерам спасибо как можно чаще. Дамы и господа, давайте поблагодарим наших волонтеров за помощь в организации Чемпионата Мира в Материи. Дайте сейчас подарки, дорогие волонтеры, соревнования и волонтеры. Спасибо! 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 Еще раз спасибо! 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 Я благодарю волонтеров и всех жителей России, оказывающих поддержку в организации игр. В работе с волонтерами важно соблюдать несколько простых принципов. Важно относиться к волонтеру доброжелательно, уделять волонтеру внимание, четко распределять ответственность, мотивировать их своим примером и ставить волонтерам понятные цели и реалистичные сроки. Волонтеров очень огорчает недоброжелательность со стороны руководства. Им не нравится, когда нет постоянной загрузки, когда работа плохо организована. Волонтеры не любят заниматься психологически неприятной работой и получать нечеткие указания. От менеджеров первое, самое главное, что требуется, это в первую очередь человеческое отношение к волонтерам. Именно человеческое. Чтобы они не относились к ним, как просто к рабочей силе. Относитесь к волонтеру доброжелательно. Раз, два, три. Давай. Бросуй, не пас. Прямо... Ну, подъедем. Так, ребят, что мы здесь делаем? Мы отдыхаем, у нас свободное время. Так, ребят, сейчас будет скоро зрители приезжать быстро со мною. Не хватает людей. Быстро. У нас свободное время. Не без разницы на ваше решение, побежали быстро. Да какой обед? Ну, мы же отдыхаем. Раз, два, три. Привет, ребят, как дела? О, привет. Как дела? Нормально. Кто выиграл? Ну, Андрюха сейчас ведет, что эти. Играет финансы. Давай, давай, давай. Как день вчера прошел? Вообще отлично. Все, поработали, все хорошо. Ну, вы отдохнули, наверное, все? Ну, да, сегодня. Ребят, через полчаса зрители приедут. Надо помочь, пожалуйста. Давайте, доигрывайте матч и приходите нам помогать. Ладно? Окей, да. Отлично. Все будет хорошо. Работа волонтера может быть разной. Интересной. Не очень. Порой даже скучной. И поэтому мы должны с вами сделать так, чтобы наши волонтеры не скучали. Мы должны уделять им внимание, беседовать с ними, подбадривать. Да, конечно, мы много торопимся. Мы всегда спешим. У нас мало времени. Но давайте просто поговорим с волонтерами, остановившись на минутку. Уделяйте волонтеру внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как дела? Как настроение? Конфетки. Конфетки. Устала? Ага. Уже минут 25 стоишь, а? Да. Ну, минут через 10 мы тебя подменим. Пойдешь в чашу, сядешь, будешь болеть за наших. Чуть-чуть осталось потерпеть, и все будет хорошо. Ты чемпион. Россия чемпион. Правильно. Давай, через 10 минут увидимся. Хорошо. На объекте работает большое количество людей, каждый со своим мнением. Не всегда у всех единое понимание и подходы к тем или иным вопросам. Не ставьте волонтера противоречивую ситуацию. Иногда вам кажется, что проще обратиться к нему напрямую, но это ломает структуру коммуникации на объекте и сбивает волонтера с толку. Доводите, пожалуйста, свои задачи до волонтера через его непосредственного руководителя. Четко распределяйте ответственность. Нина, добрый день. Добрый день. У нас новое распоряжение, в эту зону пускаем всех. Ладно? Я поняла вас. Спасибо. Нина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. У нас новое распоряжение, в эту зону пускаем всех, кроме представителей прессы. Сколько можно будет таких распоряжений? Не знаю, у нас новое распоряжение. Соблюдайте, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, Нина Николаевна. Через эту лестницу, номер 19, пускаем всех, кроме спортсменов. Ну, я не поняла. Сейчас только сказали, что пускаем, значит, одних. Сейчас другое распоряжение у вас. Другое распоряжение. Зона доступа для всех, кроме спортсменов. Ну, мне непонятно. Все подходят и дают указания. И я не понимаю, кого пускать, кого не пускать. То так, то эдак, говорите. После звонка тимлидеру. Как ваши дела? У меня проблемы. Что случилось? Каждый подходит и говорит, пускать, не пускать. Я не знаю, кого пропустить, кого не пропустить. Сюда может проходить любой человек с аккредитацией. Ну, теперь непонятно. Отлично. Хорошего дня, Геннелий Николаев. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Коллеги, лучший способ стать одной командой с волонтерами – это мотивировать их на результат собственным примером. Если вы хотите получить недовольного волонтера, дайте ему задание и просто наблюдайте его работу со стороны. Только совместная работа и ваш личный пример позволят вам добиться высокого результата и сформировать команду вместе с вашими ребятами. Мотивируйте волонтеров своим примером. Какие у меня поле вообще красивое. Так, ребят, что вы здесь делаете? Здрасте. Здрасте. Сейчас через 15 минут начнется матч. Внизу очень много мусора. Берите, убирайте, я приду проверю. Так, это не наш функционал. Да, нормально, а не вообще. А почему вообще в таком доме? Ну, как бы, ладно. Можно было хотя бы попросить? Да, я не знаю. Пожалуйста. Нормально, сказано. Нет, ребят, сейчас я не хочу. Скажи, что я сейчас подниму через 10 минут. Привет, ребята. О, привет. Нормально. У нас возникла маленькая такая тяжелая работка. Надо убрать мусор. Она, конечно, не очень веселая. Пойдемте уберем, ладно? Идемте сейчас сразу, без проблем. Среди. Волонтеры – это люди, которые помогают нам делать игры. В многом они делают игры. Поэтому от того, как качественно и четко мы будем ставить им задачи, будет зависеть наш с вами общий результат. Ставьте волонтерам понятные цели и реалистичные сроки. Девчонки, привет. Привет. У нас пресс-конференция скоро. Нужно добавить в каждый пресс-кит листик с ключевыми фактами. Листик я принесу чуть позже. Вы пока сортируйте, ладно? Давай. Я не понял, почему пресс-киты не собраны до сих пор? Сейчас пресс-конференция уже начнется. Не, а чем вы здесь занимались все это время? Вот же они. Быстрее, быстрее, быстрее раскладываем. Сейчас пресс-конференция уже начнется. Быстрее. Девчонки, привет. Привет. Как дела? Отлично. У тебя как? Да все прекрасно. Помните, сегодня у нас пресс-конференция? Да. Нас попросили добавить по одному листочку с ключевыми фактами в каждый пресс-кит. Я их заранее распечатал. Хорошо. Вам принес. Вы их как только разложите, рассортируете, сразу можете быть свободны. Хорошо. Спасибо. Спасибо вам. Чтобы успешно работать с волонтерами, важно относиться к волонтеру доброжелательно, уделять волонтеру внимание, четко распределять ответственность, мотивировать их своим примером и ставить волонтерам понятные цели и реалистичные сроки. Пользуйтесь той информацией, которую вы увидели и услышали в фильме. Ведь от вас зависит и настрой, и эффективность работы большой команды. Соблюдайте простые принципы работы с волонтерами, и вы сами убедитесь, что волонтеры в работе просто молодцы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова